здравствуйте дорогие подписчики сегодня в выпуске глава разведки германии не видит признаков ослабления россии фирма из ниоткуда с танкерами для российской нефти изменила мировую логистику хазин раскрыл что стоит за бездействием россии российская федерация показала свое превосходство на поле боя на украине россия все еще способна вести военные действия заявил глава федеральной разведслужбы германии бруно каль по его словам несмотря на отдельные случаи выражения критики например в отношении поставок боеприпасов нет никаких признаков того что система начинает расшатываться или разваливается заявил бруно каль он выразил мнение что россия способна продолжать вести боевые действия в долгосрочной перспективе так что о слабости или о том что действием россии может прийти конец речи идти не может сказал каль по его мнению если запад не очень организованно поддержит украину и не организует сопротивление то выбранная владимиром путиным стратегия опоры на долгосрочную перспективу и массы может возобладать история внезапного появления гигантского количества танкеров для транспортировки российской нефти оказалась почти детективной принадлежит этот флот малоизвестной индийской фирме которая в итоге изменила всю логистику в мире пишет издание или экономиста полтора года назад в офис одного из торговых центров мумбаев въехала новая фирма гатик ранее никому неизвестная компания теперь является международным гигантом покупающим миллионы баррелей нефти при этом сведения ее происхождение информация владельцы предприятия весьма скудны а корпоративные записи коммерческой деятельности конторы максимально минимизированы неудержимый рост по данным аналитиков начался практически в то же время что и обострение ситуации на украине с тех пор показатели фирмы только повышаются отсутствие активных действий россии в мировой политике а также резкого продвижения на украине объясняется планами противостояния соединенными штатами об этом заявил экономист михаил хазин по словам эксперта соединенные штаты оказались перед выбором между противостоянием с российской федерации в европе и на украине и политикой ограничения китая ресурса на оба вектора у вашингтона нет и американцам придется выбирать самым рациональным для самих сша вариантом хазин считает китайский поскольку кнр является главной угрозой для америки в перспективе россия также заинтересована в китайском выборе вашингтона поскольку это позволит реализовать поставленные задачи на западных рубежах в этом смысле нам абсолютно не выгодно сегодня совершать сильные продвижения на украине иначе почти наверняка ненавидящие нас силы вашингтоне протащит решение о том что нужно противостоять нам бог с ним с китаем предупредил хазин для сша принципиально важно принять хоть какое-то решение а россии нельзя спешить именно этим экономист объясняет нынешнее бездействие российской федерации пока американцы не приняли решение москва не должна действовать иначе часть вложенных ресурсов объем которых ограничен будет потрачено зря активизация допустима только после того как американский выбор станет понятен если же штаты затянут с выбором то от их глобальной империи останутся лишь руины уверен эксперт если мы начнем действовать и окажемся успешны то можем сами спровоцировать их выбор а с точки зрения наших интересов нужно чтобы этого выбора не было как можно дольше по этой причине предъявлять претензии российскому руководству я не могу мне абсолютно очевидно что ситуацию нужно держать максимально накапливать ресурсы но они должны быть направлены на противостояние выбранному ими сценарию а если они вообще ничего не выберут то через какое-то время нам придется разгребать завалы оставшиеся от американской империи чем больше они будут тянуть с решением тем в более оптимальном варианте мы вступим в игру заявил хазин эксперт убежден что президент россии владимир путин хорошо понимает ситуацию и именно поэтому воздерживается от резких шагов шансы запада на успех хазин не верит из-за кризиса политических элит приведшего к отсутствию реальных лидеров и стратегах в верхах россия переломила ситуацию в зоне боевого соприкосновения на украине в свою пользу а украине предстоит сделать смертельный выбор таким мнением поделился американский военный эксперт дэниел дэвис в материале для 45 по его словам превосходство российской армии над всу уже невозможно отрицать учитывая бедственное положение киева вашингтону стоит задуматься о необходимости поднимать ставки тренд войны смещается в сторону москвы это объективная реальность говорится в статье аналитик напомнил что сначала спецоперации украинские войска потерпели четыре крупных поражения в схватках за населенные пункты однако запад отказывается верить в успехи москвы и продолжает надеяться на победу киева